Партия коммунистов объявила о начале процесса мирного и демократического демонтажа антинародного режима в Молдове. С таким заявлением ПК РМ выступила сегодня, отметив, что действия правительства и все, что делал Лянка и его министры на протяжении 100 дней, напоминало суетливую и истерическую подготовку власти к эвакуации, политической капитуляции молдавской независимости. В заявлении, в частности, говорится. Молдавской экономики, Банка деэкономии и Международного аэропорта Кишинева – это очередные проявления подлости и вседозволенности власти. Вся мыслящая Молдова дала однозначную оценку случившегося, громогласно назвав это бандитизмом, осуществляемым на высшем государственном уровне. Но власть в лице премьера, правительства, правящего парламентского большинства, правоохранительных органов игнорирует все общественные оценки и готовится лишь к новым атакам захвата народной собственности, заявляют коммунисты. На очереди Молдтелеком, предприятия энергетики, национальные достояния Криковой и Малой Мелешты, десятки и сотни предприятий и социальных объектов – от школ и детских садов до больницы и поликлиник. Правительство убеждено как в своей безнаказанности, так и в готовности народа терпеть и впредь любые издевательства, грабеж и унижения. Мы, депутаты фракции партии коммунистов, считаем, что преступная самонадеянность власти должна быть немедленно остановлена. Режим должен получить по заслугам. В сложившихся критических обстоятельствах парламентская фракция ПКРМ видит только один выход – немедленная отставка правительства и проведение досрочных парламентских выборов. Нет сомнений, что только скорейшая отставка этого антинародного режима, всех его вождей, способна остановить безумную вакханалию грабежа и экономического мародерства. Не полагаясь на чувство самосохранения тех, кто захватил в стране власть, фракция партии коммунистов обращается к народу с призывом объединить усилия и отправить, наконец, этих мародеров в отставку. Только так, вместе, рука об руку, плечом к плечу, мы добьемся поставленной цели. Мы, коммунисты, знаем, насколько непростой будет эта задача, но мы знаем и то, что этого хочет абсолютное большинство народа. Знаем, что день освобождения Молдовы от альянса станет днем избавления и начала строительства демократического и экономически благополучного государства, заявляет фракция ПКРМ. Акции государства в Банке деэкономии исключены из списка госактивов, подлежащих приватизации. Министр экономики Валерий Лазар заявил в ходе состоявшегося сегодня заседания правительства о необходимости провести капитализацию, после чего принадлежащие государству 33% акций могут быть вынесены на приватизацию. В contextе сейчас, понимая что не существует perspectива, что пакет о том, что пакет будет приватизировать в последние цели, мы предложили, а эксклюзии, что амсцентры, что эксклюзим пакетом СТАЛуи на Банке деэкономии, это означает, что в последние цели, что в последние цели, в последние цели, Гунин Республики Молдова не есть гадрога, чтобы приватизировать этот пакет. А как говорится, эта периода будет необходима для банка, чтобы начать капитализироваться, чтобы скотать любви и темы для клиентов, и, соответственно, чтобы улучшить менеджменты, и, соответственно, когда мы слышим, что эта миссия была реализована, когда эти 33% процентов будут стоять, иначе оттуда, это будет происходить, что мы приватизировали. Это абсолютно рационально. В остальном план процесса великого дележа остался неизменным. Правительство утвердило список предприятий, подлежащих приватизации, ряд которых является стратегическими. Речь идет о предприятиях энергетического сектора RedNord и RedNordVest, предприятиями на полисте на рынке коммуникаций Молттелекоме, Кишиневском комбинате по производству табачных изделий, производителей мясных и колбасных изделий фабрики «Кормес». В общей сложности речь идет о передаче в частную собственность более 200 гособъектов. Эксперты в экономике считают, что под прикрытием приватизации происходит хищение государственного имущества. Власти же утверждают, что этот процесс лишь принесет пользу отечественной экономике. Не смешно сделать приватизации на любые царины. Это очень рисканно, политик, если хотите. Поэтому я пытаюсь проверять обе Субтитры делали. Отметим, что эксперты говорят о возможной сделке между лидером либерал-демократов Владимиром Филатом и известным олигархом-политиком Владимиром Плохотнюком. Это закулисное соглашение, считают они, может быть основано как на интересах политических, так и личных. Его политический итог – создание действующей правящей коалиции, экономический дележ между ними государственного имущества. Действующие власти не способны изменить ситуацию в стране к лучшему, а потому оппозиционные коммунисты намерены работать в рамках предстоящей осенне-зимней сессии на действенном политическом уровне, добиваясь проведения досрочных парламентских выборов и устранения антинародного и антигосударственного режима. Такое решение было принято на состоявшемся сегодня заседании парламентской фракции ПКРМ, в ходе которого были также рассмотрены вопросы политической и социально-экономической ситуации в стране. Отдельно депутаты обсудили последние события, связанные с уступкой государством контрольного пакета акций Банка деэкономий и сдачей в концессию Международного Кишиневского аэропорта. В том, что касается уступки контрольного пакета акций в Банке деэкономий, отмечено, что сбылось то, о чем говорили представители фракции ПКРМ на протяжении последних трех лет, а именно, путем преднамеренных действий банк за три года был доведен до критического состояния, и 28 августа 2013 года состоялся окончательный акт преступной сдачи государственного имущества. Данные действия властей вызвали у оппозиции ряд вопросов, которые должны быть рассмотрены сквозь призму их соответствия закону, а потому коммунисты приняли решение провести 13 сентября во Дворце Республики заседание парламентской фракции, на которое пригласили премьер-министра Юрия Лянко, министра экономики Валерия Лазара, министра финансов, генерального прокурора, президента Национального банка и других ответственных чиновников. Что же касается приоритетных политических и социальных задач, то в рамках предстоящей осенне-зимней сессии коммунисты намерены добиться отказа правящей коалиции от установки миграционных постов на Днестре, утверждения бюджетно-налоговой политики, отвечающей интересам населения, выплат компенсации сельхозпроизводителям. Депутаты от ПКРН также заявляют о готовности всеми силами и способами препятствовать приостановлению реформ в образовании и медицине. Они заявили, что будут продолжать защищать интересы людей, государства и препятствовать преступным планам действующей власти. Приватизация банка деэкономий, а также способ сдачи в концессию международного аэропорта Кишинева жестко раскритикованы европейскими партнерами Республики Молдова. Посол Германии ВРМ Маттиас Мейер обвинил официальный Кишинев в полном отсутствии транспарентности. Я никоим образом не удовлетворен уровнем транспарентности. Оба случая привлекли к себе большое внимание с нашей стороны. Мы недовольны, что они нетранспарентны. Были произведены некоторые процедуры, которые непонятны обществу. Всем предельно ясно, что в случае с банком деэкономий имело место присвоение денег, а виновные должны предстать перед судом. Если это не случится, то все вновь ляжет на плечи граждан. В качестве зарубежных наблюдателей мы ни в коем случае не можем смириться с подобной ситуацией. Маттиас Мейер заявил, что сделал представителям официального Кишинева замечание по поводу отсутствия прозрачности в сделке с банком деэкономий, а также в сдаче аэропорта в концессию на 49 лет. Я говорил о наших замечаниях, но мы не получили никакого ответа, который бы нас удовлетворил. Правительство не делает свою работу, когда действует за закрытыми дверьми. Я задаюсь вопросом, почему до сих пор в вопросе касательно банка деэкономий никто не вышел на улицы и не провел демонстрации. У нас в Германии уже давно многие люди вышли бы и протестовали. Новая волна антиправительственных протестов захлестнула многие города Турции. Тысячи человек вышли на улицы, чтобы выступить против насильственных действий, которым прибегли полицейские во время демонстрации в южной провинции Хатай, где из-за полученных телесных повреждений скончался 22-летний участник акции Ахмед Атакана. По информации международных СМИ, молодой человек умер минувшей ночью из-за того, что ему в голову попала граната со слезоточивым газом, которую применила полиция для разгона демонстрантов. Протестующие закидывали полицию камнями и бутылками. В результате столкновений между манифестантами и сотрудниками правопорядка десятки людей получили ранения. Стычки между протестующими и полицейскими произошли в Стамбуле. На проспекте Истекляль манифестанты соорудили баррикады из подручных материалов и забрасывали полицию камнями. Десятки манифестантов были задержаны в столице Турции Анкаре. Полицейские применили слезоточивый газ, пластиковые пули и газовые шашки. В результате многие люди получили ранения. Решение России ввести ограничения и запрет на импорт спиртных напитков вызывает сожаление. Так прокомментировали представители молдавского правительства решение главной санитарной службы России Роспотребнадзора о введении эмбарго на всю винодельческую продукцию, поставляемую из Республики Молдова. Сегодня премьер Юрий Лянко созвал рабочее заседание, в котором приняли участие министры и чиновники, занимающие ответственные должности в Министерстве сельского хозяйства и Министерстве иностранных дел. Было принято решение обратиться к московским властям с просьбой начать консультации по развитию определенной системы поставок алкогольных напитков в соответствии с соглашением о свободной торговле в рамках СНГ, которое основано на правилах Всемирной торговой организации. В результате анализа сложившейся ситуации было принято решение обратиться к московским властям с просьбой начать консультации для развития определенной системы поставок алкогольных напитков согласно нормам соглашения о свободной торговле в рамках СНГ, которая основана на правилах ВТО, куда входят обе страны. Далее необходимо установить все требования к качеству и безопасности для доступа на российский рынок молдавской винодельческой продукции. Таким образом, чтобы учитывать все новые требования Российской Федерации, включая механизмы сертификации, говорится в пресс-релизе правительства. Группа молдавских экспертов готова в любой момент отправиться в Москву, чтобы провести консультации. Напомним, что ранее главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что в последнее время винодельческая отрасль Молдовы не уделяет должного внимания качеству. Впоследствии Россия ввела эмбарго, как это уже происходило в 2005 и 2006 годах, на неограниченный период. Онищенко также заявил, что драконовые методы были предприняты, поскольку в одной из партий молдавского вина было выявлено высокое содержание дебутилфталата, вещества, которые в больших количествах негативно влияют на почки и печень. «Мы ожидаем системного решения от молдавских властей. Выполнять роль няньки для молдавской экономики мы не намерены», заявила Онищенко. Напомним, на прошлой неделе министр сельского хозяйства Василий Бумаков, приехав из Москвы, заявил, что ни о каком эмбарго не может быть и речи. Однако буквально через несколько дней после уверений молдавского чиновника, главный санитарный врач России выступил с противоположными заявлениями. «Ситуация стремительна и необратимо движется к тому, что в скором времени, вне зависимости от заявлений молдавских чиновников, мы примем жесткие меры. Я узнал, что министр Бумаков заявил, что вел переговоры в Москве. Мы ничего не обсуждали с представителями официального Кишинева», – подчеркнула Онищенко. Отметим, что в результате эмбарго, введенного Россией на молдавскую винодельческую продукцию, в 2006 году производители вина из Республики Молдова понесли убытки в размере 180 миллионов долларов, а десятки предприятий обанкротились. Тогда российские власти утверждали, что молдавское вино некачественно и даже опасно для здоровья. Президент Молдовы Николай Тимофти поторопился придать политическую окраску ситуации касательно качества молдавского вина. По его словам, решение России ужесточить условия импорта молдавской винодельческой продукции является не христианским и не братским действием. Не дождавшись результатов экспертиз, которые проводят винодельческие компании, указанные в отчете Роспотребнадзора, Тимофти решил обвинить Российскую Федерацию в давлении и политической войне. Я хочу сказать, что я опрещу как один акт неприятенческий, не крестенческий, не братеский. Не могу сказать в связи с этим, что это действительно так, связь, или это coincидение с периодом в том, когда Молдова готова с саммитом в Винус. В этом контексте Тимофти подчеркнул, что власти предпринимают меры по диверсификации рынков сбыта, а также энергетических источников, среди которых до сих пор доминантным является Российская Федерация. Они, если они эти пырги и считают, как цару фраца, чтобы они хотят, что Молдова, чтобы они вместе с Россия, и сделать такие акции, это проблемы в России. Мы для того, чтобы мы воспринимаем мысли, чтобы иметь сурсы, альтернативы и газы, и пляси, чтобы не зависеть от моего партнера в этих отношениях. Двое мужчин и одна женщина из Бессарабского района оказались в шаге от смерти после того, как отравились углекислым газом в одном из подвалов, где хранились бочки со свежеприготовленным вином. Все трое были найдены в бессознательном состоянии спасателями, которые вынесли пострадавших на улицу. Согласно информации службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, инцидент произошел вчера в селе Садаклия Бессарабского района. Двое мужчин в возрасте 51 года и 75 лет, а также 48-летняя женщина спустились в подвал, чтобы проверить бочки, но из-за сильных паров брожения вина потеряли сознание. Трое сельчан были госпитализированы и сейчас их жизням ничего не угрожает. Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций призывает граждан быть более внимательными при приготовлении домашнего вина. Таким образом, не рекомендуется входить в плохо проветриваемое помещение, в котором хранится вино. Также, по словам специалистов, необходимо сообщить кому-то о том, что вы собираетесь спускаться в подвал, а наличие кислорода в помещении следует проверять при помощи зажженной свечи. В то время как местные власти оптимизируют образовательную систему Молдовы, японские вкладывают в ее развитие. Сегодня в селе Екатериновка Чемишлийского района состоялась торжественная передача безвозмездной помощи местной школе. Ее от имени правительства страны восходящего солнца вручить в Екатериновку прибыл лично посол Японии Таичи Саката. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Дипломат поблагодарил Екатериновцев за гостеприимство и, выступая на торжественной линейке с речью, отметил, что для любого развитого государства образовательная политика является приоритетом. Образование является дальновидной политикой государства. Для японского правительства, открывшего свою страну всему миру, одними из самых важных направлений внутренней политики является развитие образования. Это позволяет воспитывать способных молодых людей, которые в будущем станут опорой для государства. Для руководства молдавской глубинки вырастить и воспитать образованных людей – задача тоже приоритетная. Но власти Екатериновки понимают – в условиях сокращения государственного финансирования и строжайшей экономии с этой задачей им вряд ли справиться. Именно поэтому местная администрация и обратилась к правительству Японии с просьбой помочь сельскому детсаду и школе с необходимым оборудованием и инвентариум. Из лица кондиционеров элементарных в школе и в городе, мы адресировали государственное государство для государства, чтобы нам подарить небольшой помощи. Эта пожелание была акцептирована и нам подарил неизвестный грант, неизвестный, в сумме 79.000 долларов американских. Мы procurали мобильные, инвентарь, calculатели. Теперь в каждом классе новые парты, стулья, доски и прочая необходимая мебель. На деньги японского правительства даже школьную библиотеку оборудовали. А еще для детского сада, он в соседнем крыле расположен, удобные кровати закупили, столы и книжные полки. Будет в Екатериновской школе и современный спортзал. Здесь скоро подарены японцами спортивный инвентарь установят. Но самое главное для школы приобретения – это кухонное оборудование, новая газовая плита, холодильники, электропечи. Высокому гостю организовали экскурсию и в школьную столовую. Здесь, правда, еще ремонтные работы ведутся. На них местные власти в общей сложности 100 тысяч леев потратили, остальные 60 пожертвовали родители. Если привезли мебель, потрачено столько денег, средств на это, то она должна работать, и пусть не для наших детей, для наших внуков, она должна существовать и процветать. И это наша достопримечательность, как бы так. Помощь японских властей Екатериновской школе в буквальном смысле шанс на вторую жизнь подарила. Она, как и более сотни других образовательных учреждений Молдовы, попала в пресловутый список оптимизации. Усилиями местных властей, родителей, педагогов, начальные классы, правда, удалось отстоять. Вот как малышей таких отправлять в Чемиши? Это значит, надо должна поехать, мама туда отправит, ребенка привезти, и в обед еще раз поехать привезти. Мы подсчитывали, что нужно в день 16 лей, потому что с 1 сентября, говорят, транспорт еще подорожает, и получается еще дороже. Ну как может она, если получает 3000, например, а муж у нее в Москве, зарабатывает деньги, потому что им не хватает на жизнь. И вот дети будут учиться где-то в Чемишине. Конечно, мы очень рады, что здесь оставили малышей, чтобы они хотя бы до 4 класса. А вот старшеклассники с 1 сентября вынуждены каждое утро ездить на учебу в райцентр. Их возят в 8 утра, приезжают они где-то в 4 полчетвертого. У кого 4 урока, они сидят и ждут там на скамеечках, когда придет автобус за ними. В общем, это очень, очень плохо. Я считаю, что школа должна быть на месте, и дети должны ходить в нашу сельскую школу. И я, и все родители в селе, они очень сожалеют о том, что не отстояли, чтобы школа была. Пусть до 9 класса ребенок ходит, а там, если у него есть знания, он пойдет дальше учиться. И в 10, и в 11, и в 12. Если нет, так пойдет после 9 класса в техникум. У детей наших проблемы, где они учатся, просто там другие, они новые, и другие дети их очень игнорируют. Не знаю, нам очень тяжело. Если может, верните нам в школу, потому что это у нас проблема. Комментировать ситуацию с реорганизацией школы, помощь которой выделило японское правительство, Таичи Саката не стал. На прощание он лишь пожелал ребятам. Я хотел бы пожелать нашим маленьким друзьям использовать максимально улучшенные условия и учиться хорошо, становиться прекрасными гражданами. Спасибо. Во вторник Конституционный суд принял решение об увеличении заработных плат сотрудникам судебных инстанций и прокуратур до уровня министерств и парламента. Председатель высшей судебной палаты Михаил Поляунч направил в КС обращение, в котором пожаловался на дискриминацию судебной системы, хотя Конституция предусматривает равенство всех трех ветвей власти. Конституционный суд обязал правительство представить парламенту закон, посредством которого будут увеличены заработные платы сотрудников правовых институтов. 1800 сотрудников судебных инстанций и прокуратур на данный момент получают на 2-3 тысячи леев меньше, чем сотрудники законодательного органа и министерства. Однако это решение вовсе не пользуется поддержкой населения. Некоторые граждане утверждают, что зарплаты судей и прокуроров должны зависеть от правильности принимаемых ими решений. Другие считают, что возможное повышение поможет борьбе с коррупцией. Да. Но большинство граждан против возможного повышения зарплаты лишь для прокуроров и судей Люди уверены, что насколько бы им не повышали зарплату, они продолжат вершить несправедливость и брать взятки Граждане чувствуют себя дискриминированными и жалуются, что зарплаты и пенсии простых людей остаются такими же, в то время как у депутатов и прокуроров постоянно растут Люди уверены, что это не стопает коррупции? Нет, мы не стопаем от нас, поэтому мы не стопаем от нас, пока мы работаем, чтобы все осталось, чтобы правило, для проработка и прокурор, это ничего не может быть По-моему, как не поднимай зарплату, если человек нечистоплотен, он останется нечистоплотным в любой ситуации. Ему все мало и мало, он будет все равно брать взятки. Это просто зависит от самого человека, от его душевных качеств, от его честностей, от его любви к народу, которому он служит. И не идут нищодатка наступление коруптии для нас. Для нас, в моем менталитете, мы не можем остановить коруптия фетли. Простея это. Ни честное слово не может быть. Потому что коруптия нечистоплотен в голову, нечистоплотен в Молдову. Это не нужно, они маленькие будут зарплаты, потому что я ищу много. Я ищу 10.000 евро, только для людей, которые платят по-субтиману. Понимаете? По-субтиману, если платят, они платят и получают зарплаты, они не нуждают зарплаты. Они тратят очень хорошо. Нужно, что нашу страну нужно, чтобы каждый человек живет и машина не умеет. И это все, что проблема. И они должны быть в порядке, чтобы они спросить, где они будут деньги. И это все, что снизу. Это все, что снизу, как снизу. Снизу, как снизу, снизу. Сначала, снизу, снизу. Сначала, снизу, снизу, снизу. Отметим, что на сегодняшний день зарплата депутата составляет около 10 тысяч леев, в то время как прокуроры и судьи получают от 5 до 7 тысяч леев. Субтитры создавал DimaTorzok